Дорогие мои, мы будем проводить субботник в нашем любимом городском бару. Я думаю, что другие жители города Челябинска увидят этот сюжет и последуют в следующем году вместе с нами. Да? Приступим! Не успели оглянуться, как снежные завалы на улицах города сменились горами мусора. Настало время открывать сезон субботников. В городском бару уже начали генералить сотрудники спортшколы по адаптивным видам спорта, сами воспитанники и их родители. Для особенных чемпионов тренировки в лесу – часть реабилитации. У нас есть люди с поражением порнодвигательного аппарата, слуха, зрения, интеллекта. И в частности здесь, в городском бару, есть возможность заниматься людям с инвалидностью. Экоактивисты бродят вокруг спортплощадок и вдоль тропинок с полупустыми мешками и лёгкой растерянностью на лице. Чтобы найти здесь мусор, нужно очень постараться. Точная причина этого недоразумения неизвестна. Говорят, поколение сейчас такое. Уже пятый год мы здесь прибираемся. И радует, знаете, что с каждым годом всё меньше и меньше приходится искать какой-то мусор, потому что его становится действительно всё меньше и меньше. Это радует. То есть поколения меняются, становятся люди всё-таки более воспитанные. Согласитесь, гулять в чистом лесу гораздо приятнее. Даже спортсмены, тренируясь здесь, не ленятся по пути подобрать с земли мусор. Вот так, по маленькой крупице, и складывается одно большое дело. Стараюсь часто, когда я бегаю здесь, вижу и подбираю. Частоту природы надо соблюдать, чтобы воздух дышать легче. Важно понимать, что быть культурным – это не только про чистоту внутри себя, но и вокруг. А выкидывая мусор мимо урны, не забудьте потереть свой пятачок. Елизавета Лебедева, Андрей Грещук, 31 канал.